Заметные темы и события пятницы в материалах моих коллег. Я Кристина Грищенко. Всех приветствую. И вот главная в выпуске. Каждая калория будет на своем месте. В одной школе Северодвинска наконец открылась столовая. История ремонта была длинной. В день трехсот десятилетия Ломоносова в Архангельске снова говорят о науке. В каком формате она сейчас питает юношей. Вдохновились настолько, что даже сочинили рэп. Юных северян усадили за парты, чтобы написать акадиктант. Соседи удивляются, а гости хотят возвращаться снова. Вопреки бюрократии и законам экономики, семья на острове Кега содержит большую ферму. Скоро познакомимся с ее обитателями. Поводом желать приятного аппетита северодвинским школьникам стало больше. В начальном корпусе 13-я школа с опозданием, но наконец-то оборудовали столовую и пищеблок. Радости детей нет предела, ведь теперь не придется ходить для перекуса в другой корпус. Первым на школьную кухню попал мой коллега Николай Цып. А главное, теперь восстановить силы можно банально, не выходя из здания. Начальный корпус 13-й школы – это бывший детский сад. Дети здесь учатся давно, однако старый садичный блок не использовали. В этом году школу глобально отремонтировали, а также запустили и столовую. Раньше все дети начальной школы ходили питаться в основной корпус. Было очень быстро, надо было одеваться и быстро строиться. Зачем? Ну, чтобы пойти в столовую вовремя. Конечно, для маленьких детей первый, второй класс – это проблематично. Тем более, сами знаете, какая у нас погода. Это весна, осень, зима. И теперь ребята могут на месте получать горячее питание. Огромная благодарность Александру Витальевичу Цибульскому за то, что нас поддержал с этим проектом. Игорь Васильевич Ускубенко. У нас теперь полностью отремонтированная школа для начальных классов. 360 человек ребят здесь учатся. Появился и буфет. Кто не наелся, может за деньги купить что-нибудь сладкое. Полная посадка здесь 120 ребят. Поэтому в течение дня все ученики начальной школы успевают позавтракать, а еще и пообедать перед продленкой. Все, сейчас у нас уменьшились перемены, уменьшилось количество по времени занятий. Дети питаются здесь, никуда не надо ходить, очень комфортно. Заканчивают раньше уроки, потому что перемены-то стали не 40 минут, а уже 20. За это время ребята успевают покушать. Напомним, что на ремонт школы потрачено более 50 миллионов рублей. Деньги примерно поровну выделили областной и местные бюджеты. Николай Цыпь, Юлия Куницкая, Сарегион 29. Северяне, которые не имеют доступа к порталу госуслуги, теперь могут получить бумажный документ с QR-кодом МФЦ. Это стало возможным 16 ноября, причем во всех отделениях Архангельской области. Все благодаря новому сервису, разработанному Минцифрой и Минздравом страны. Для получения бумажного документа при себе необходимо иметь паспорт, НИЛС и поле СМС. Предоставление услуги ориентировано прежде всего для тех, кто не имеет учетной записи на портале госуслуг или возможности самостоятельно распечатать сертификат. Необходимо отметить, что в МФЦ в настоящее время не формируется сертификат о наличии у гражданина противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Достаточно им будет иметь справку о медотводе, выданную медицинским учреждением. Никто не отменяет возможности получить доступ к сертификату в приложении госуслуги или в приложении госуслуги Стопкоронавирус. В этих случаях QR-код достаточно сохранить на своем мобильном устройстве. Уходящую неделю можно назвать неделей экологии. С 14 по 21 ноября в России, а также еще в полутора десятках стран, проходит экодиктант. Про святительскому проекту уже три года. В 2020-м на его вопросы ответили более 2 миллионов 800 тысяч человек. Проверка знаний проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. В Архангельске, например, одной из площадок для тестирования стал дворец детского и юношеского творчества. Мне не надо громкий фонфар. Для природы я санитар. Очищен в кое-берег реки, в крае, который любим мы. Это рэп-признание в любви к природе родного края дает старт экодиктанту. Международному проекту, призванному не столько проверить знания его участников, сколько привить интерес к изучению окружающей среды. В Архангельске одной из офлайн-площадок для проведения тестирования вновь стал дворец детского и юношеского творчества, усадивший за парты и сотрудников учреждения, и школьников. В этом году это у нас будет обучающийся эколого-биологического лицея и обучающийся нашего детского объединения «Мы эко-волонтеры» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». С разной долей успеха школьники отвечали на 25 вопросов, разбитых на несколько категорий, в числе которых климат, флора и фауна, вода и воздух, Арктика и многое другое. Интересный вопрос, почему с экологической точки зрения в русских партках и скверах нежелательно убирать опавшую листву? А почему? Потому что листовой опавд играет важную роль в формировании лесной подстилки и почвообразование защищает корни деревьев. Экодиктант помогает лучше узнать, насколько мы готовы защищать окружающую среду, насколько нынешнее подрастающее поколение готово сохранять природу. За неправильные ответы на вопросы экодиктанта двойки никто не поставит. Его задача – популяризировать знания, сподвигнуть участников на поиск информации о мире, в котором мы живем. А найти ее можно, например, на сайте ecodiktant.rus. Онлайн-тестирование проходит именно там. Заходите, регистрируйтесь. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. В день трехсот десятилетия Ломоносова в Архангельске снова говорят о науке. Она по-прежнему питает юноши, но вот задачи в 21 веке стоят беспрецедентные. О развитии Российской Арктики в программах научно-образовательных центров шла речь на большом заседании в САФУ. Слово Алексею Макееву. 14 регионов – ученые Российской Академии наук, представители всех 15 научно-образовательных центров мирового уровня страны онлайн и офлайн. В мае этого года наша страна приняла председательство в Арктическом Совете до 2023 года. Это значит, что Россия в ближайшие годы будет определять политику в этом большом и важном для всего мира регионе. К таким направлениям относятся прежде всего обеспечение жизнедеятельности и благосостояния людей, проживающих в высоких широтах Арктики. Это безопасное экологичное освоение арктических ресурсов. Это развитие инфраструктуры. Круглый стол развития Российской Арктики в программах научно-образовательных центров мирового уровня приурочили к 310-летию со дня рождения Ломоносова. Ученый многое внимания уделял тому, чтобы передовые разработки находили себя на практике и влияли на развитие государства. Научно-образовательные центры как раз и создавались для этих целей. Это инструмент максимальной интеграции научной мысли в экономику. Мы большое внимание проекта, как правительство Арктического области, уделяем различия МОС «Российская Арктика». Многое сделано, есть хорошие динамики в проектах. Появляются новые лаборатории. В этом году финансированы трех лабораторий в Архангельской области. Две из них в САФО, одна из них в Федеральном связи с центром. Научно-образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика» охватывает Архангельскую и Мурмонскую области, а также Ненецкий автономный округ. НОДС занимается разработкой и внедрением новых материалов и технологий, проведением исследований и подготовкой кадров для экономики Российской Арктики. Участники конференции, конечно же, не применули почтить память Михаила Ломоносова и напомнить, что с этого года 19 ноября стал профессиональным праздником работников высшего образования. А студенты САФО получили возможность посетить лекции академиков Российской Академии Наук. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. В день трехсот десятилетия Ломоносова удивить всех решила Добролюбовка. Там сегодня открылась уникальная экспозиция прижизненных изданий Михаила Ломоносова. Считается, что наш земляк в 18 веке был одним из самых публикуемых авторов. Из буты в опера вышло более 150 трудов. В нашем регионе таких фолиантов сохранилось 12 экземпляров. Все они представлены на стеллажах краеведческого отдела областной библиотеки. Одну из книг – это «Вафлианская экспериментальная физика». Это первый перевод Михаила Васильевича Ломоносова, выполненный в 1746 году. Мы предполагаем, что именно эту книгу Ломоносов сам мог держать в своих руках, поскольку есть информация о том, что он отправил один учебник для образования поморов к нам на русский север. Выставка будет работать до конца этого года и захватит начало следующего. Посетить ее может любой желающий, а для организованных групп школьников, студентов, сотрудники Добролюбовки проведут экскурсии по предварительной записи. Также в библиотеке уже в эти выходные пройдет интеллектуальная игра «Ломоносов ближе, чем кажется». И лекция под названием «Известные потомки Ломоносова». Далее секунды рекламы, а после отправляемся в самое сердце острова Кега, в мир удивительных животных и их не менее прекрасных опекунов. Дождитесь. Продолжаем рассказ о темах пятницы. Сегодня Всемирный день мужчин, день тех, чье крепкое плечо и забота становится для нас, прекрасных дам, поводом созидать и дарить тепло. А есть примеры, когда союз мужчин и женщин оборачивается настолько полезным делом, что все соседи удивляются, а гости хотят возвращаться вновь. Так у супругов Бабиных, что на острове Кега создали большую ферму, но маленькими затраты на ее содержание не назовешь. Впрочем, ни в одной экономии дела. Репортаж Михаила Меньшанина. На ферме Артема Бабина гостей всегда встречают лошадки мизенской породы. Уверенная и своенравная хаза, кони-испанец и макс, а также молодая закуска. Раньше использовались только по хозяйственным хлопотам. Теперь же развлекают туристов. Люди у нас кормят, привозят с собой сухари, морковку, капусту, кто что. И то есть кормят. Что они любят больше всего? Ну, хаза у нас вообще все есть. Она такой универсальный комбайн, я ее называю. То есть она вообще все, все, что можно, все, что съедобно, она все ест. То есть тут вообще. Допустим, те молодые хлеб едят, морковку съели. Они сейчас морковку у снеговика из носа забрали, да? Да, да, да. Сменить профиль с чистофермерского на туристический Артем Бабин и его жена Алина решились в начале этого года. Говорят, в сельском хозяйстве трудно выдержать конкуренцию. А нескончаемая бюрократия окончательно отбивает желание этим заниматься. Тут-то знакомые и предложили попробовать водить экскурсии. И неожиданно дело пошло. Для нас это обычное, ну, как сказать, мы уже привыкли к животным. То есть мы это спокойно воспринимаем. Люди приезжают, у них море эмоций. Такой вид бизнеса популярен вблизи крупных мегаполисов. Люди приезжают отдохнуть от городской суеты, а общение с животными помогает бороться со стрессом. На ферме Бабиных это штатный психолог. Вот у нас козел Степан. Зайнинской породы. Какой породы? Зайнинской. А чем она отличается? Ну, получается, она тоже более, как бы, подходит к нашему климату. Компанию козлу Степану составляет внушительная колония любопытных баранов. Новые ворота им не показывают, хотя животным интересно смотреть на любого нового гостя. Баран – это у нас мачо. Мачо, потому что он один был на всех. Кто баран? Вот этот баран, он у нас мачо. Как вы их отличаете? Так вот. По белой полосинке. Да, да, да. То есть он… В малиннике у вас сидит. Да, да. Совсем от фермерского профиля Артем и Алина не отказываются, поэтому полезной в хозяйстве живности хватает. Помимо лошадок, баранов и козла есть куры, утки и гуси. Посмотреть на всех приезжают целыми семьями. Многие даже приезжают, как не познакомиться с ними, а как вспомнить свое детство, когда у них бабушки держали, когда они как сами ухаживали за этими животными. И также показать детям, как было в их детстве. Но не только на ностальгию упор. Супруги Бабины уже сверстали план для дальнейшего развития. В первую очередь мы хотим благоустроить всю территорию. На сегодняшний день мы уже поставили забор, да, процентов на 80. Хотим построить большую беседку для приема гостей, чтобы можно было их там угощать. Поеть чаем. И то есть было помещение, где можно было с ними общаться, рассказывать им истории. И, конечно же, проработать развлекательную программу, хотя отдельные ее части уже в ходу. И вот, пожалуй, главная фишка деревенского тура на Кега – это возможность прокатиться на санях, с запряженными теми самыми лошадками мизенской породы. Причем с этого тур начинается, туристов забирают от парома и отвозят на ферму. И точно так же тур заканчивается. С фермы туристов отвозят обратно на паром. Но уже с невероятными эмоциями. Получить которые можно всего лишь в 20 минутах от центра Архангельска. Михаил Меньшинин, Денис Линчевский, Регион 29. Архангельская школа номер 23, носящая имя Александра Сергеевича Пушкина, отмечает 85-летний юбилей. Что интересно, точно даты дня рождения у школы нет, поэтому события отмечают весь ноябрь. Проводят концерты, конференции и, конечно, вспоминают о своих выпускниках. Впускников известных у нас много. Ну, вы все, наверное, знаете Панова. Это художественный руководитель театра молодежного. Вот он является нашим выпускником. Мы гордимся им. Ребята тоже о нем знают. У нас очень много академиков. У нас много очень научных работников. У нас есть очень много врачей известных, которые работают не только в городе Архангельске, в Архангельской области, но и за пределами. Солидный возраст и у школьных стен, поэтому состояние здания – предмет внимания со стороны властей. Так вот, например, в этом году, благодаря тому, что удалось выделить деньги из городского бюджета, были отремонтированы окна. То есть 33 окна были заменены на новые. Также мы всегда находимся в очень тесном контакте с директором школы. Также 23-я школа Архангельска уже давно сотрудничает с Санкт-Петербургским музеем Александра Пушкина. Потому ждем новых интересных проектов. Такие новости в этот день. Проведите выходные в приятных хлопотах. Рабочую неделю начнем вместе уже в полдень понедельника. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин